Как крутите, не вертите, существовала Нефертити. Она когда-то в мире Оном жила с каким-то фараоном, но даже если с ним лежала, она векам принадлежала. И он испытывал страдания от видимого обладания, носил он важно облачение, произносил он обличение, он укреплял свои устои, но, как заметил Абицена, в природе рядом с красотую, любая власть неполноценна. И фараона мучил комплекс неполноценности. Он комкал салфетку мрачно за обедом, когда раздумывал об этом. Имел он войско колесницы, но она глаза, ресниц, и лоб звездами озаренный, и шеи, выгиб изумленный. Когда они в носилках плыли, то взгляды всех глазевших были обращены, как по наитию, не к фараону, к Нефертити. Был фараон угрюмым в ласке и допускал прямые грубости, поскольку чуял хрупкость власти в сравнении с властью этой хрупкости. А сфинксы медленно выветривались, и веры мертвенно вываривались, насквозь идеи и события, сквозь все, в чем время обманулась. Достянулась шеей Нефертити и к нам сегодня дотянулась. Она в мальчишеском наброске и у монтажницы наброшки. Она кого-то очищает, не приедаясь, не тускнее, и кто-то снова ощущает неполноценность рядом с нею. Мы с вами часто вязнем в быте. А Нефертити? Нефертити сквозь быт, события, лица, даты все так же тянется куда-то. Как ни крутите, ни вертите, но существует Нефертити.